Здравствуйте дорогие зрители Прайб ТВ, с вами Резван Гусейнов и наверное мы коснемся уже наиболее актуальной темы, это тема ситуации Ирана-Азербайджанских отношениях на фоне тех масштабных военных учений, которые проводил Иран и асимметричного ответа Азербайджана и Турции. Значит, что я имею ввиду в первую очередь под асимметричным ответом на то, как иранская сторона послала 50-тысячный корпус КСИР на границу с Азербайджаном для проведения военных учений и в ответ с другой стороны реки Араз, с противоположной с Азербайджанской, хотя и та, и эта Азербайджанская со стороны не имею ввиду Азербайджанской республики, на мероприятие в Зенгелан приехал президент Азербайджана и прилетел президент Турции. Вот и ответ на 50-тысячное войско дали два президента наших стран. О чем этот месседж? Месседж о том, что кто бы там что на другой стороне реки Араз не пытался демонстрировать шоу какое-то, Азербайджан, Турция и наши партнеры будут продолжать свое дело по созданию новых транспортных коридоров и никакие клоунады не смогут остановить этот процесс. А теперь, наверное, нашим зрителям будет интересно понять, узнать, в чем причина того, что ряд стран так реально поддерживают Армению, выступая против Зангизорского транспортного коридора или пути кому как удобно. Я об этом как-то в эфире говорил, но надо напомнить, что есть несколько транспортных путей в рамках проекта китайского «Один пояс, один путь», которые должны и уже охватывают Евразию. И одним из них является серединный коридор, серединный путь, который проходит от Китая по территории Узбекистана, Казахстана, с выходом на Прикаспийский регион. Ну а здесь начинается проблема. Значит, иранская сторона борется за то, чтобы этот путь проходил только по территории Ирана. Но экономически, целесообразно и логистически, чтобы этот путь проходил по Каспию, морем, а затем через Азербайджан с выходом на Зангизор, дальше Нахчеван, Турция, Средиземноморье и Юго-Восточная Европа. Так вот, какие страны же не хотят этого? Сперва о них. Контроль над этим маршрутом и вообще логистика в этом направлении хотят держать Индия, Иран. Затем они планируют выйти на территорию Армении, гипотетически. Дальше у них проблемы, потому что на территории Грузии, а тем более Украины, через которые они хотят продолжить свою логистику в Европу, эти территории и эти государства вовсе не будут пока что согласны на подобный проект с Ираном, с участием изгоя Ирана. Этот проект поддерживает Франция, Греция, Египет. То есть мы с вами можем очертить группу стран, которые против того, чтобы данный серединный путь проходил через Азербайджан. Еще раз напомним, значит, это Индия, Иран, Армения, Франция, Греция, Египет, ряд стран Франкофонии Ближнего Востока, в том числе Ливан, ну и опосредственно США. Но США имеет двоякую позицию, поэтому мы не будем пока на этом заостряться. А страны, которые хотят реализации проекта через территорию Азербайджана, это, естественно, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Турция и, естественно, Италия и Великобритания. Вот мы с вами, как говорится, очертили круг стран. А теперь о том, почему же сейчас стала так важной схватка за энергопотоки, за новые транспортные хабы, транзитные дороги, за создание новых альтернативных транспортных коридоров. В чем причина? И мы видим, что эта борьба продолжается, она как основная красная линия идет в российско-украинском конфликте и в других подобных. Мы знаем, что на фоне вторжения России в Украину относительно недавно были взорваны два северных потока. И еще много подобных можем привести примеров, где на территории, допустим, Украины уничтожается инфраструктура, логистика. И, по всей видимости, сегодня в мире идет схватка именно за контроль над логистическими путями, над цепочками поставок транзитными, транспортными, энергетическими, нефтегазовыми и иными. Приблизительно такая же ситуация была сто с лишним лет назад. В чем схожесть и разница, мы сейчас обсудим. Сто с лишним лет назад шла борьба за контроль над месторождениями, нефтяными в первую очередь, а затем уже газовыми. Именно в схватке, в борьбе за эти месторождения тогда сцепились ведущие страны мира, что и вылилось в Первую мировую войну, а затем, в том числе, и во Вторую мировую войну. Борьба за нефтяной Баку и те коллизии, которые были вокруг Азербайджана в Баку, мы все помним, как использовали армянский национализм против нас, какая резня была учинена в регионе, мартовский геноцид в Баку, Шамахе, Губе и других населенных пунктах и региона Азербайджана. Попытки создания некоего армянского государства большевистского с центром в Баку, что пытался сделать Степан Шаумян, комиссар, и другие подобные попытки на, также не только в нашем регионе, на Ближнем Востоке, шла кровавая борьба в Северной Африке за контроль над нефтяными месторождениями. То есть 20 век, начало 20 века, это борьба за ресурсы, за месторождения, за то, чтобы контролировать те места, где есть большие запасы залежей нефти. И подобная линия причин основных войн 20 века прослеживается долго. То есть это уже была традицией, что ведущие империи, в первую очередь, совершают перевороты, кровопролития в тех странах, где находятся большие залежи нефти или газа. Сейчас важно не столько контролировать месторождения нефти и газа, которые практически все уже найдены, обнаружены, и особо больших революций фактически нет в этой сфере. Да и более того, технологии подобычи, в том числе нефти, газа, на шельфе, на суше, освоили многие страны, и в том числе Азербайджан. То есть эта тема уже не является монополией ведущих держав. На этом этапе ведущие державы борются за контроль над энергопотоками, над дорогами, над транзитом, над транспортными артериями, над транзитом нефти и газа. То есть контроль над транзитом, над артериями сейчас стал важнее, чем контроль над источниками. И это вписывается в модель развития любых процессов. Для сравнения я приведу вам процесс, который по аналогии ясен был вам. Мы знаем, что, допустим, в производственной цепочке продуктов питания сельского хозяйства есть несколько этапов. Это, в первую очередь, естественно, выращивание сельскохозяйственных продуктов, удобрение, выращивание, то есть на месте. Тот, кто выращивает продукты, фермер. Затем есть посредники, которые эти продукты доставляют на базары, в города, населенные пункты. И суть – сами базары, которые контролируют львиную долю сбыта продукции, то есть торговли этой продукции. И в этой схеме за многие века произошла некая иерархия. В результате меньше всего зарабатывают и больше всего уязвимы производители, простые фермеры. Они за какие-то копейки выращивают продукцию. Больше зарабатывают перекупщики в несколько раз, которые эту продукцию скупают по дешевке и доставляют на базары или в города, где большое население. А уж больше всех, конечно же, львиную долю зарабатывают те, кто контролирует базары. Вот и вся схема. То есть это нам еще раз говорит о том, что в итоге, по итогам вот этих финансовых, капиталистических, эволюционных процессов больше всего зарабатывает тот, кто меньше делает, но тот, кто контролирует точки сбыта. В итоге тот, кто контролирует базары, сейчас контролирует и производство продукции сельскохозяйственной, и фермеров, и производство удобрений, и источники воды, и источники электроэнергии, и дороги. То есть весь цикл от производства, от выращивания сельскохозяйственной, до ее сбыта в маркетах, по штучных пакетах, контролируется определенными группами. Нечто подобное же произошло с нефтегазовым сектором. Те, кто в свое время контролировали, добились контроля над месторождениями нефтегаза, основными мировыми месторождениями, это группа стран Запада. Те, кто развили технологии под добычей, переработке нефти. Те, кто всю современную технологическую цепочку от автомобилей до сложных механизмов создали, которые потребляют нефть, бензин, солярку, газ. Сегодня они заметили, что уязвимой точкой стало именно то, что они относительно слабо контролировали энергопотоки. Именно благодаря этому Россия за последние 20 лет смогла взять под контроль европейские рынки. Доставка, то есть пути доставки газа, газопровода, нефтепровода позволили России фактически диктовать свою волю большинству стран Европы, в том числе и Западной Европы, и не только Европы, но и в постсоветском пространстве. Учитывая этот опыт, по всей видимости, определенные западные круги решили разрушить всю эту цепочку, которую контролировала в том числе Россия. И это делается посредством войн. И создать новые энергетические транспортные пути. И в рамках вот этой логики создания новых путей через Евразию, или же воссоздания тех, которые были закрыты последние 200-300 лет, в том числе в рамках древнего шелкового пути, именно в эту логику вкладывается то, что Индия, Иран, Армения, Греция, Франция пытаются удержать старый мир, старые вот эти транспортные пути. Или же направить их так, как оно им выгодно. Но я считаю, что это им не удастся. И проект в рамках экономического Турана и тех транспортных путей, которые пройдут через Туран, чего и не хочет Иран. Вот эти проекты через Туран осуществлятся. И финальной точкой, когда мы об этом скажем полностью уверенно, будет то, когда будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией. И любым методом, миром или войной, но желательно миром, Зангизурский путь или транспортный коридор начнет действовать. Продолжение следует...